Смотрим. Представляет. Подкаст «Радиомаяк». Портрет второго плана. Дорогие друзья, очередная встреча с Василием Жановичем Цветковым, профессором Московского педагогического государственного университета, доктором исторических наук. Василий Жанович, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей Валерьевич, да. Да, Василий Жанович. Но в нашем цикле «Портрет второго плана» наш герой сегодня – это Серго Орджоникидзе. У нас ведь и до сих пор осталось это имя в названиях имени Серго Орджоникидзе. А кто такой Серго Орджоникидзе был на пике своего могущества? Ну, я думаю, что здесь, наверное, самый главный такой символ, как можно было бы это сказать, это руководство со стороны Серго Орджоникидзе, структурами, связанными с непосредственно экономикой Советского Союза. И, конечно, это наркомат тяжелой промышленности, железный нарком, собственно, поэтому его так и называли. Ну и вот в этом качестве, я думаю, он больше всего запомнился. Хотя, конечно, биография была у него достаточно сложной, и бурной, и необычной, может быть, даже для человека вот из той среды, которую он им представлял изначально. И, тем не менее, да, вот этот человек – это символ первых пятилеток, даже так можно было бы, наверное, сказать. Это символ построения экономической платформы коммунистического общества в Советском Союзе. И вот, наверное, тоже так самым высоким штилем можно было бы охарактеризовать его место в нашей истории. Василий Жанрович, ну тогда по традиции с ранних лет, да, начнем? Поначалу был мальчик как мальчик, да? Ну, в общем-то, да, потому что, опять же, если мы возьмем его биографию с точки зрения каких-то социальных корней, во-первых, нужно иметь в виду, что именно дворянское происхождение, что для многих тоже, в общем-то, наших и наркомов, и представителей советской элиты это не было чем-то необычным. Ну, хотя бы даже для того же самого Ленина или Чечерина, Бочбруевича. А вот что касается его будущего жизненного пути, ну, обедневшие дворяне, обедневшие дворяне грузинские, это, да, это вот такой грузинский род, но не отличавшийся какими-то связями, какими-то там, условно говоря, возможностями сделать карьеру для детей. И поэтому, конечно, здесь был больше расчет уже на собственные силы. Ну, вот он уходит из дома, уходит из семьи, фактически так уже можно было бы, наверное, сказать, порывает отношения с семейной средой, хотя вот с точки зрения родственных связей и национальных, и так далее, он был человеком очень верным и преданным. И вот, кстати, тоже интересный такой момент отмечу, когда уже после его смерти Сталин, выступая на одном из пленумов, отметил, характеризовал, в общем-то, вот Аджиникидзе с точки зрения его каких-то моральных, нравственных качеств, то он обратил внимание на такой его поступок, когда Аджиникидзе, ну, по сути, прикрывал собой, прикрывал своим авторитетом одного из деятелей оппозиции, Ламинатзе, тоже грузина по национальности, и на том основании, что вот он дал ему слово не разглашать каких бы то ни было там сведений о его оппозиционных взглядах Ламинатзе по отношению к Сталину. Группа Сорцова Ламинатзе, вот эта известная группа, которая была в начале 30-х годов оппонентами Сталина, и Сталин отметил, что вот это был такой дворянский поступок. Дворянский поступок, ну, может быть, это было даже не совсем однозначно положительно в устах Сталина, но, тем не менее, вот это тоже характерная черта, что это был человек слова, это был человек, который старался, во всяком случае, во всех своих поступках как-то вот следовать не только каким-то политическим или там партийно-политическим установкам, но и просто установкам нравственным, установкам таким, которые действительно для него были не пустым словом, не пустым звуком. — Василий Жанович, а он из чьей группировки? Мы же понимаем, да, что там в структурах были свои, так сказать, вот эти вот кланы, группировки. Если говорить о периоде накануне революции, чем он занимался? — Я бы сказал так, что Джаникидзе был человеком преданным, идейно преданным руководству партийному, и вот не отличала его какая-то, тоже вот даже и по предыдущим годам революции 17-го года и последующим, не отличала его какая-то склонность к интригам, к какому-то вот такому, может быть, подпольному выражению своих мнений. Это был человек достаточно прямой, хотя от этой своей прямоты он и пострадал, потому что вот тоже, наверное, имеет смысл потом об этом сказать. Это знаменитый так называемый Тифлисский, там, Белисский инцидент с местными грузинскими коммунистами. Но, во всяком случае, его отличало то, что он старался не жить двойным дном, не иметь какую-то там вот еще дополнительную там под собой точку зрения. И, опять же, если это, допустим, не могло повредить тем людям, которые были вместе с ним, которые составляли его ближайшее окружение. В этом смысле, да, он действительно вот вел себя во многих отношениях рыцарски, дворянски, честно. И настолько, насколько вот позволяла ему его биография, его взгляды, его представление вообще о партийной дисциплине, о партийной этике. Да, в этом смысле, наверное, он отличался тоже от многих других членов партии, которые, ну, вот как вы заметили, старались создавать некие там внутрипартийные группы, внутрипартийные группировки и как-то вот там заниматься интригами и так далее. Василий Жанович, но он входил в ближайший круг вот доверенных лиц Сталина? Сталина сложно сказать. Вот я бы не стал однозначно отвечать на этот вопрос. Как говорится, наш главный вопрос, чьих будет? Да, я понимаю. Ну, дело в том, что вообще понятие ближний круг Сталина, оно ведь очень относительное. Оно меняется. И у Иосифа Сырёновича нельзя сказать так, что вот были люди, прямо с которыми он прошёл всю свою жизнь от начала до конца. Там были перестановки, были перемены, причём те люди, которые, допустим, были для него близки, они могли оказаться и довольно далёкими от него потом. А вот что касается, наверное, руководства большевистского, опять же, вот возвращаясь к 1917 году, то да, здесь он тоже привлекал к себе внимание, вызывал доверие вот этим своим стремлением постоянно-постоянно как-то помогать работе, помогать деятельности партийной. Причём в разных совершенно сферах деятельности, в которых он, ну, вряд ли мог бы быть профессионалом. Вообще, кстати, тоже важный нюанс, я отмечу, то, что у Оджоникидзе не было какого-то вот прям законченного образования, законченного опыта работы в какой бы то ни было сфере, будь то политика, будь то экономика. То есть это был человек такой самоучка, в хорошем смысле этого слова. Но вот везде, куда, как говорится, его партия посылала, за что он брался, он старался максимально-максимально как-то вот заниматься и самообразованием, очень много читал, даже находясь в заключении, там, в Шлиссенбургской крепости он был. Всё равно какие-то вот он книги там из тюремной библиотеки брал, читал. Он был среди, интересный тоже момент биографии, он был среди слушателей ленинской партийной школы в Лунжумо, а это как раз вот та самая теоретическая база, которая была, ну, с точки зрения Ленина, очень важна для тех партийных товарищей, которые, с одной стороны, может быть, и горят желанием вот как-то активизировать партийную работу, но не имеют для этого нужных знаний. И вот Орджоникидзе был активным слушателем этой партийной школы, причём, ну, действительно он вызывал к себе вот какое-то такое немножечко даже снисходительно добродушное отношение. Ну, Крупская, в частности, вспоминала первые встречи с Орджоникидзе, произошла очень интересно. Естественно, пришёл к ним в Париже человек, значит, вот он спросил Ленина, да, и вот она не знала, кто это такой, потом, в общем-то, выяснил, что это был товарищ Серго. Серго, кстати, это его партийная кличка, но она к нему действительно прикрепилась вот как фактически его имя, а так ведь он у нас Григорий Константинович, то есть это тоже нужно иметь в виду, вот, и она передаёт вот так, что тебе там пришёл какой-то грузин, ни слова не понимает по-французски, ну, вот хочет тебя видеть. Да, и вот это вот оказался наш герой. И далее тоже вот уже после 17-го года, если мы посмотрим, что Серго делает, чем он занимается, ну, это действительно очень ответственные должности, очень ответственные посты. И, наверное, самая такая вот главная его задача была первые месяцы после прихода к власти большевиков, это наладить не просто там советское какое-то руководство партийное, а прежде всего наладить доставку хлеба с Украины, потому что украинские губернии, они имели излишек хлеба, в Питере, в Центральной России был острый-острый недостаток, то есть там была вообще ситуация на грани голода, и, опять же, вот очень часто ее в советских учебниках цитировали, телеграмма Ленина, Антона Вовсеенко и Серго Рженикидзе, хлеба, 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 ради бога хлеба, даже вот бога поминал Владимир Ильич, иначе Питер может околеть, иначе Питер умрет с голоду, и вот делайте все, что возможно для того, чтобы доставить хлеб в столицу. И Серго, конечно, вот максимально от него зависящее дело для того, чтобы вот это партийное поручение выполнить. Да, Василий Жанович, ну, такой как-то вот, вы рисуете картину, такой вот, такой вот он весь со всех сторон хороший, да? Ну, а как сказать, конечно... То есть, практически мы нашли, наконец-то, человека, которому нечего предъявить, вот, высшим партийным руководцам, по крайней мере, довоенным. Я думаю, что здесь речь идет не столько о каких-то вот именно его внутренних качествах, потому что, ну, как я уже сказал, действительно, человек был такой вот по пословице знаменитый, что на уме, то на языке. То есть, он, ну, не старался вести какие-то там дипломатические переговоры. В этом смысле он был, может быть, и не очень подходящий вот для каких-то... Не интригар, правильно понимаю? Да. Нет, ну, а в некоторых моментах, вот опять же, если возвращаться к знаменитому тифлистскому инциденту, в некоторых моментах, наверное, необходима была вот эта дипломатичность, способность к компромиссам, способность к переговорам. А вот Сергой не мог на это пойти. Ну, и опять же, вот, если вспоминать помянутый тифлистский инцидент, это вопрос о том, каким образом должно позицироваться Закавказье. Вот эти республики Закавказье, то есть Грузия, Армения, Азербайджан, они уже советские. Там уже установилась советская власть, причем тоже вот здесь заслуга Сергея Аджоникидзе была непосредственная, когда он в том числе, вот в числе руководства, в числе как раз тех, кто занимался и политическими, и военными вопросами на Кавказе, он принимал участие в установлении советской власти в этих республиках. И в Азербайджане, и в Армении, особенно в Грузии, потому что, ну, собственно, он сам грузин. Так вот, вставал вопрос о том, каким образом Закавказье войдет в состав там или будущего Советского Союза, или, может быть, вот это вот был план некой автономии в составе Советской России. И Аджоникидзе в данной ситуации, он все-таки был больше склонен к тому, что нужна вот эта автономизация. То есть, во всяком случае, если уж не совсем состав России, то состав вот этой Закавказской Федерации, которая объединит в себе, соответственно, три республики. А республики достаточно такие, в общем, противоречивые. Да-да-да, Василий Жанович, тут ведь надо особенно подчеркнуть, да, что вот эта история, спор 22-го года о том, какую нам надо страну кавать. То есть, единую или вот с этими границами, по которым она потом была распилена, да. Ведь этот спор, насколько я понимаю, да, из наших в том числе бесед, делой вывод, он родился из-за того по простой причине. То есть, окраинные большевики, причем, я так понимаю, в первую очередь украинские, которые перекрасились в большевиков из петлюровцев и прочей вот этой сволочи 17-го года, да, которая там расплодилась из-за всей этой гетьманщины и прочего вот этого всего, они, значит, поняли, что бороться с Красной Армией бесполезно, перекрасились в большевиков, и вот уже под личиной большевизма протащили этот тезис о том, что нужно обязательно вот этих вот наплодить отдельных республик с правами какими-то такими, да, вот отдельными. И вот эта сепартизация, она шла как раз с Украины. А вот Кавказ, там же тоже было неспокойно, там же и, так сказать, активно участвовали, насколько я помню, в революционной вообще жизни России и армянская партия, да, кажется, так сказать, не помню название сложного меня с этим, но они участвовали в этом очень активно, в вооруженной борьбе и, соответственно, ну а Грузия что? А Диносик Фессарионович что стоит? Здесь не так все просто, потому что изначально все-таки надо помнить о существовании принципа права и нации на самоопределение вплоть до образования национальных государств, и этот принцип не отменялся, этот принцип провозглашался не большевиками, он вообще был в европейском таком условном тренде, общемировом потом уже ставшем тренде, там, та же самая борьба с колониализмом, да, но это тоже, по сути, вот как следствие реализации этого тезиса права нации на самоопределение, вот, поэтому не все так просто было, а вот что касается непосредственно Грузии, там ситуация осложнялась тем, что, во-первых, все-таки то правительство, которое руководило независимой грузинской республикой, оно не было каким-то правым, оно не было каким-то там консервативным, это были представители демократии, социал-демократии, это грузинские меньшевики, это, по сути, ну, условно говоря, та же самая левая вот эта система, левая структура, которая потом разошлась с большевиками, то есть нельзя сказать, что они были прям вот категорически совершенно несовместимые. А можно сказать, что, Василий Жанович, из этих, из меньшевиков потом троцкисты родились? Ну, если исходить из того, что там потенциально любой не большевик, это потенциально опасный враг, то да, можно конечно сказать. Не-не-не, в политическом смысле, то есть вот эта вот история с перманентной революцией и вся вот эта бандяга сейчас американская, вот это все, это тоже. Не-не-не-не, это тоже, это ни при чем. А тут вот конкретно, если брать, опять же, ситуацию 22-го года, там был вопрос о том, насколько все-таки необходимо сохранить местную грузинскую партийную структуру, уже большевистскую. Но вот это меньшевистское влияние, я не хочу сказать, что оно как в чем-то осталось, потому что Церетель и Ичхидзе, наиболее яркие представители грузинской социал-демократии, они, естественно, уже не оказались в советской России, они были в эмиграции на тот момент. И те, кто в правительстве грузинском работал, тоже. Это те ребята, которые в февраль мутили, да? Да, ну, не то, что там мутили, но, во всяком случае, они активно участвовали, вот с февраля по октябрь, да. И Церетель и Ичхидзе, ну, естественно, вот они потом оказались уже в Грузии, независимой Грузии, стал демократической Грузией. А вот с Аджиникидзе и с Дзержинским, который, кстати, тоже оказался в этот момент в Тифлизе, там была ситуация именно вот этой, условно говоря, возможной, собственно, такой самостоятельной деятельности именно грузинских большевиков, а не меньшевиков там и кого-то еще. Вот. И в этой ситуации даже, в конце концов, не важны, наверное, идейные разногласия, которые, в конце концов, были преодолены. И была создана СССР, а потом она, в общем-то, разошлась, как бы на Грузии, Армении, Азербайджан, но это не вызывало каких-то серьезных там политических конфликтов. Давайте после новостей тогда, Василий Жанович, вот то, что нам важнее, да, Василий Жанович, Светков в нашем цикле «Портрет второго плана». Скоро вернемся. Портрет второго плана. Дорогие друзья, наш сегодняшний герой Серго Аджиникидзе и, конечно же, Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанович, так вот, самое главное-то, да, в политической борьбе на Кавказе на полусловии прервал вас? Да, самое главное в том, что товарищ Серго позволил себе рукоприкладство по отношению к грузинским товарищам. Да, вот это было самое главное и самое страшное в отношениях, потому что любые дискуссии, ну, могли бы, наверное, вестись даже на самых повышенных тонах, но ни в коем случае не должны были переходить вот уже конкретно в рукопашную. Хотя там, ну, если вдаваться в детали, там, в принципе, были причины, почему так себя Серго повел, там, со стороны его оппонентов оскорбления прозвучали. Но, тем не менее, вот реакция Ленина очень важна, очень показательно в этом смысле, что вот этим своим поступком Аджиникидзе и Дзержинский, кстати, тоже вот в этом отношении... Они вдвоем дарались, да? Нет, Феликс Эдмонович наблюдал, но ничего не сделал, чтобы остановить конфликт. Как бы так получилось. Вот, и с точки зрения Ленина это было абсолютно недопустимо для партийной работы, и в этом отношении Ленин даже увидел вот тот самый великодержавный шовинизм, национализм, который проявляется вот в такой вот форме. То есть в этом отношении он к Серго был совершенно беспощаден, и даже есть свидетельство о том, что он чуть ли не собирался поставить вопрос о его исключении из партии. То есть вот при всех его достоинствах, при всех его, безусловно, таких вот качествах, что это был человек преданной партии, преданный тем лидерам, которые вот партией руководили, чуть позже, в общем-то, я вот как раз скажу его отношения со Сталиным, но вот какие-то были вещи, которые с точки зрения партийной этики были недопустимы, и в этом отношении вот тут была такая реакция со стороны партийного руководства, осудившая поступок Орджоникидзе. Василий Жанович, хорошо, но вот какое участие Орджоникидзе принимал непосредственно в перевороте в 1917 году? Как тогда говорили и сами большевики, переворот. Ну, здесь нельзя сказать, что у него была какая-то очень активная роль, а, как я уже говорил, здесь гораздо важнее было бы посмотреть на то, что он стал делать после прихода к власти большевиков, а после прихода к власти большевиков, еще раз это замечу, фактически Серго Орджоникидзе держит под контролем вот такие очень-очень важные, очень нужные, необходимые регионы, которые для России, для вот как раз советской власти были важны. Здесь мы видим его и на Северном Кавказе, и в Закавказье, здесь мы видим его и во время боев на московском направлении, вот как раз этот знаменитый поход Деникина на Москву. И везде, везде, везде он у нас вот как раз человек нужный, человек востребованный, активный. Но это все вот как бы военно-политическое, я бы сказал, составляющее его судьбы. А вот гораздо важнее, опять же, все-таки, на мой взгляд, отметить его заслуги уже на период 30-х годов, потому что вот этот символ, символ первых пятилеток, символ нашей плановой экономики, это то, что не отнять у Григория Константиновича ни в коем случае. И я думаю, что здесь очень много вопросов, еще недостаточно изученных, недостаточно исследованных и заслуживающих своего внимания, вот именно экономических вопросов. Хотя, конечно, опять же, мы постоянно это должны иметь в виду. К большому, может быть, сожалению, экономическая составляющая вот развития Советского Союза, развития советских отраслей промышленности, она в немалой степени диктовалась политикой. То есть политика вмешивалась в экономику напрямую, и далеко не всегда это приводило к положительным последствиям. Именно поэтому, наверное, Сталин-то уже в последние годы своей жизни выводил парт структуры, да, из управления экономической жизнью страны, и так даже на это повелся Маленков, да, в свое время, когда решил после смерти Сталина занять место именно такого хозяйственного управленца, считая, что власть от парт структур перешла к хозяйственникам, условно, да? Ну, по большому счету, да, это была явная совершенно тенденция, но она была оправдана и объяснима. Почему? Потому что, вот опять же, возвращаясь к нашему герою, дело в том, что Аджиникидзе, получив должность, ну, опять же, вот если смотреть его иерархию, как он там у нас перемещался, так сказать, с одной должности на другую, центральная контрольная комиссия ЦКК, в структурах которой работал будущий наш нарком внутренних дел Ежов, как раз тоже вот и Аджиникидзе там работал, эта структура, ну, мягко говоря, от экономики далекая, именно от экономики, там от вопросов партийного контроля, от вопросов наблюдения за партийной дисциплиной, за кадрами и так далее, это, конечно, здесь самое-самое близкое отношение имеет, а вот экономика, это другая ипостась. И вот его перемещение как раз на должность наркома тяжелой промышленности, наркома тяжпром. То есть действительно ведущий сектор экономики, ведущий сектор, который, собственно, создает вот как раз базу для построения социализма коммунизма, потому что в аграрной стране коммунизм не построишь, коммунизм может быть построен только в индустриальной развитой стране, вот это вот, это непосредственная экономика. И тут вот как ни крути, ни верти, тут, в общем-то, Серго снова пришлось брать в руки книги, брать в руки учебники и смотреть, всячески вот следить, мыслить, размышлять о том, как сделать лучше, каким образом усилить экономический потенциал, какие нововведения, новации нужны. И в этом отношении, вот я говорю, действительно, роль Серго, может быть, до сих пор она не оценена в должной степени. То есть у нас все-таки, к сожалению, подчас преобладает такой примитивный подход, что вся плановая экономика, вот как она была в 30-е годы, чуть ли она не строится исключительно на таких вертикальных связях, условно говоря, вышестоящие и нижестоящие. Вот, значит, партия приказала, товарищ Сталин приказал, товарищ Сталин дал приказ, а нижестоящие структуры просто берут под козырек и там совершают какие-то чудеса экономические в том числе и выполняют этот приказ. То есть вот, условно говоря, у нас этот такой стереотип командно-административной экономики, он, к сожалению, преобладает над тем, что плановая экономика, вот и командно-административная экономика, это совершенно не одно и то же, это абсолютно не одно и то же. И вот как раз Рженикидзе представляет собой пример, на мой взгляд, человека, который, понимая сущность, необходимость социалистического планирования, в таком вот, ну, хорошем смысле слова, в то же время он был противником именно командно-административных мер, командно-административных методов, хотя, да, ну, не без этого тоже у него было, и приезжал он очень часто на заводы и устраивал там разнос своим подчиненным, но при всем при этом это был человек, который не давил на репрессии, ни в коем случае. Вот, Василий Жанович, тут важно подчеркнуть, да, что ведь когда Хрущев пришел к власти, наш этот госплан, ну, его здание занимает Госдума сегодня, да, был реформирован и превращился, как многие говорят, в статистическое ведомство, которое просто собирало со всех сторон, что там происходит, да, а при Сталине это был действительно планировщик, так скажем, в нынешних параполитических таких терминах каких-то, великий такой планировщик, который раздавал задания, учитывал, и командно-административная система, что самое интересное, которую ругали в нашей стране, в перестройку, она имеет больше отношения к хрущевской оттепели, в гораздо большей степени, чем к сталинской экономике, хотя именно сталинский период в перестройку был объявлен адским, инфернальным и нуждающимся, так сказать, вот в полном размежевании с ним, да, вот тут такая игра нечестная была, пропагандистская совершенно. Ну, я бы сказал так, что действительно, командно-административная ипостась и плановая ипостась, они не должны быть совместимы, потому что плановость это плановость, а вот это вот, извините меня там с маузером у виска, вот делай, выполняй план любой ценой, иначе ты сейчас станешь в сенке, это все-таки другие вещи. Меня на бытовом уровне, Василий Жаннович, всегда смешит в плановом хозяйстве только одно, когда, значит, все время рапортовали о том, что план перевыполнен, и возникает, соответственно, вопрос, а зачем, если есть план? Да, очень хорошо, что вы это отметили, да, потому что вот эта показуха, кстати, она тоже от Женикидзе воспринималась очень негативно, а вот что его как раз отличало на посту у наркома, и как раз вот в планирующих структурах он всячески это поддерживал, это возможность развития научного потенциала, научного планирования. Насколько у него там это получалось, тоже может быть спорный вопрос, потому что, ну да, он не семи пядей во лбу, это не экономист там какой-то, профессор, да, это человек-самоучка, но это человек, искренне веривший в то, что наука, и это, собственно, и правильно, наука должна помогать экономике, и экономика плановая, если уж она действительно чего-то хочет добиться, там, построить прогрессивное экономическое коммунистическое общество, то без науки здесь не обойтись. И вот тут мы подходим к одному очень важному аспекту, на мой взгляд, как раз связанному уже и с политикой. Почему? Потому что вот статистика такая интересная есть по наркомату, по госплану, оказывается, в начале 30-х годов в аппарате работало очень много людей, которые в той или иной степени были связаны с политической оппозицией, были членами там не большевистских партий. И даже вот такой маленький пример приведу, у Аджиникидзе в аппарате работало порядка около ста человек, которые до этого служили в белых армиях, то есть это бывшие белогвардейцы, которые оказались вот на работе в аппарате. Значит, что с точки зрения, допустим, Ежова, с точки зрения там НКВД, силовых структур, что ими надо было сделать? Ну, конечно, их надо было там, я не знаю, выявить, чем скорее, тем лучше, и поставить к стенке. Аджиникидзе прекрасно знал, где они служили и где они работали, но он на первое место ставил именно профессионализм человека и всегда подчеркивал, что вот это прошлое, ни в коем случае не надо пенять. Василий Жанович, а в этой связи, смотрите, дата ухода у самого Арджиникидзе 37-й год. Да, да. И в этой связи удалось ему свою команду, в которую, как вы говорите, более сотни бывших, так сказать, или лишенцев, как там так называли-то, входило, да, специалистов, отстоять свою команду или, соответственно, на, вот он пал такой, может быть, как бы жертвой ежовщины, да, которую мы узнаем все больше и больше, хотя официальная, так сказать, причина смерти инфаркт, но мы понимаем, медицина всесильна, особенно, так сказать, медицина теневых структур. Здесь, нет, здесь действительно два, наверное, фактора повлияло вот на его такую судьбу печальную. Ну, во-первых, страшное перенапряжение на работе. Вот мы ни в коем случае не должны это отрицать, потому что это был человек, вот опять же, я еще раз отмечу, плановая экономика, она нуждается в хороших управленцах, в грамотных управленцах. То есть это будет человек, который не из кабинета будет руководить, а вот если он видит какую-то проблему, он едет на места, он непосредственно на заводе, он встречается там с рабочими, он даже вот там рассказывали анекдот, не анекдот, но вот когда он там приезжал в Магнитогорск, его даже потерял и потеряли, и где он там, и где наш нарком, а оказывается, он целый день ходил по улицам города и просто смотрел вообще, как люди живут. То есть он вспомнил свое конспиративное прошлое и сбросил хвост. Ну, в этом смысле, если, да. Но опять же, не потому, что там вот он... То есть прям как Леонид Ильич Брежнев, да, как-то в году в 81-м заехал в обычный продуктовый магазин по пути на работу. Возможно, да, возможно. Друзья мои, Сергею Аджоникидзе сегодня наш главный герой. Портрет второго плана. Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. С нами Сергею Аджоникидзе, наш главный герой. Так вот, Василий Жанович, вот что же происходило? Удалось команду-то отстоять перед всесильным Ежовым? Пытался. Насколько он мог это сделать, он пытался это сделать. Причем, опять же, вот я еще раз подчеркну, делал это совершенно искренне. Ну, наверное, самые такие яркие примеры, это вот уже помянутые в начале нашей беседы Ламинатзе, которого он просто считал, да, он ошибался, да, он был неправ, но нельзя там как-то применять к нему какие-то репрессии. Очень тяжелая была ситуация с Пятаковым. Опять же, представитель оппозиции, троскист, но человек, который, вот как считал Аджоникидзе, оклеветан просто-напросто. Вот был убежден в том, что на самом деле это человек искренне преданный, но оклеветанный. С какими-то там, я не знаю, может быть, политическими намерениями. Потом уже, ну, мало того, что действительно вот эту чистку, просто ему намекали, даже не просто намекали, а чуть не прямым текстом, говоря о том, что надо, надо чистить ваш аппарат, товарищ Серго, вы посмотрите, сколько там у вас предателей работает и так далее. Типа, если вы сами это делать не будете, то мы это сделаем за вас, и могут возникнуть уже к вам какие-то вопросы. Ну, и считается, что непосредственно, конечно, вот очень сильно повлиял арест его братьев. И старшего, и здесь вот как раз тоже вот его судьба потом была очень плачевной, да, вот эти репрессии ежовские и младший, и его супруга. То есть вообще вот все его ближайшее окружение, оно уже начинает попадать вот под эти ежовские, ежовские репрессии даже родственников. А неужели, Василий Жанович, вот этот постоянный разговор, и он имеет право на то, чтобы быть в обществе, да, что есть ли эти жернова мелят уже таких людей, как близких Орджоникидзе, так сказать. А что, в это время, Иосиф Сергеевич, типа не в курсе, что творит ежов? Ой, сложно сказать. Вот я тоже не стал бы прям так однозначно говорить, наверное, потому что, да, с одной стороны, вот очень легко как бы сказать, что это инициировано самим Сталиным. С другой стороны, вот если мы посмотрим, опять же, на отношение Орджоникидзе к Сталину, ну, есть очень прекрасные кадры кинохроники, сохранившиеся, причем неоднократно эти кадры можно смотреть. Орджоникидзе выступает с трибуны, говорит о Сталине, причем в такой экспрессивной манере, он размахивает кулаками, там, это вот его такой типичный стиль, и всячески-всячески Сталина превозносит. И там вот эти вот слова, где было тяжело, Ленин туда бросал своего Сталина, даже вот такие вот слова. И там, где было трудно, вот гражданскую войну вспоминает, Ленин туда бросал своего Сталина, значит, то есть вот Сталин, это Ленин сегодня. Вот этот тезис Орджоникидзе его разделял, в этом смысле он к Сталину был, безусловно, на мой взгляд, предан, и я не думаю, что Иосифа Сырёновича не замечал вот этой преданности. Ну, может, перехвалил, вы хотите сказать, да, как-то? Ну, я не думаю, что он был здесь неискренен, потому что, опять же, вот, как бы мы с вами уже сегодня говорили, что двойное дно, которое, может быть, отличало там некоторых партийных деятелей, здесь для Ленин Орджоникидзе оно было нетипичным, вот, но так или иначе, так или иначе, действительно, вот здесь есть, как говорится, над чем подумать. Может быть, это еще вот тоже такое недостаточно изученное место в истории 30-х годов, вот непосредственно конфликт или этот конфликт был, или все-таки его не было, или подоплека этого конфликта могла быть со стороны в того же самого Ежова, помянутого. Вот я говорю, здесь действительно есть над чем подумать еще. Василий Жанович, а сама вот эта гибель, да, от Женикидз, как она была воспринята в руководстве? Очень, очень трагично, конечно, это все было, ну, на показ, я не знаю, или не на показ, но, во всяком случае, похороны были торжественные, похороны были такие, что, да, и речи произносили, правда, правда, при этом буквально через несколько месяцев уже идет чистка, причем такая сильная чистка, вот как раз и наркоматы тяжелой промышленности, вот все те люди, которых от Женикидз как-то защищал, прикрывал, вот это, и в том числе его родственники, вот как я уже сказал, это все уже идет под каток ежовщины, под каток ежовских репрессий, то есть здесь, конечно, ничего такого хорошего сказать нельзя. Василий Жанович, ну вот с вашей точки зрения, главная роль в истории Советского Союза какова нашего героя, вот где он был действительно самым, ну, полезным для страны, для нашей? – Вот я что хотел сказать, как раз, даже, может быть, начать с этого нашу беседу, отношение от Женикидзе к импорту, к импортному оборудованию, к импортным станкам, вот сейчас, я думаю, это тоже довольно актуально прозвучит, он абсолютно не был вот таким экономическим ксенофобом, если бы мы это сказали, то есть он говорил, да, вот смотрите, допустим, американские станки, немецкие станки, они хорошие, да, давайте вот мы не будем жалеть валюты нашей, ее мало, но мы не будем ее жалеть для того, чтобы закупить это импортное оборудование. Но, ребята, смотрите, вот вы берете этот станок в качестве образца, разбираете, как говорится, его до последнего подшипника и делаете такой же свой и даже лучше. Ну, это же китайская схема, да? Ну, как бы там к ней не относиться, но надо сказать, что она работала, надо сказать, что она работала и в какой-то степени это поднимало, это стимулировало вот как раз такой, ну, непредвзятый, наверное, подход к развитию экономики. Потому что нельзя закупать просто импорт, ставить эти станки, к тому же еще нужно учитывать, что, конечно, профессиональный уровень рабочих далеко не такой, как там в той же самой Германии и Америке. И вчерашние крестьяне, когда они к импортному станку встают, ну, да, там очень велик риск того, что они его сломают или будет какой-то брак. Причем, опять же, это не будет вредительством, это не будет означать, что человек там нарочно как-то намеренно это оборудование испортил, а потому что просто у него профессиональных навыков не хватает. Так вот, чтобы этого не было, значит, необходимо и учиться, необходимо развивать собственную экономику, собственную экономическую базу. Опять же, вот тоже напомню знаменитую фразу Арженикидзе, что экономика не может быть независимой без собственного станкостроения. Вот, кстати, тоже не оборонный комплекс, а именно станкостроение, вот ведущая отрасль, на которую Сергей Арженикидзе обращал внимание. Ну, понятно, чтобы иметь то, на чем можно было сделать что угодно. И причем, смотрите, этот вопрос был так четко поставлен в то время, когда еще не было интернета, и современные эти станки, которые, значит, связаны по интернету со своими хозяевами, которые, продав вещь, все равно остаются, так сказать, надзирателями этих процессов, они в 30-е годы не имели возможности отключить свой станок дистанционно, что, в принципе, у нас происходило. Да, то есть вот Сергей Арженикидзе – знамя нашего импортозамещения. Так и постановим, товарищи. Василий Жанрович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Спасибо большое. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим. Спасибо.